здравствуйте уважаемые зрители с вами самаель и это мой новый летсплей к сожалению пока я не придумал для него достаточно хорошего названия так что первые несколько серий он будет безымянный но это всего лишь временно понятно что у него будет какое-то именно здесь это имя будет интересное ну что ж уважаемые зрители давайте начнем собственно игру мы появились в новом мире я только только заспалнился взял бонусный сундук и сейчас зарежу эту свинью и только ее принципе двумя ударами свинья убивается я здесь останавливаться не хочу на данной территории поэтому здесь можно убить всех свиней без зазрения совести лучше это делать деревянный топором да скорее всего каменный меч понадобится итак первое что стоит сказать об этом новом мире это сборка сборка на который я играю включает всего 74 мода по форджу эта сборка на версию 1.64 извините уважаемые зрители и здесь стоит несколько интересных модов но основой этой сборки также является industrialcraft экспериментальный игрок тех под него по сравнению с прошлым industrialcraft появилось достаточно много изменений именно поэтому я решил снимать данный летсплей посвященный именно дастнкрафту и вредтеху хоть это уже четвертый летсплей на подобные моды собственно эти два мода да это уже четвертый летсплей но появилось очень и очень много нового полностью бронзовые машины машины бронзового века которых не было в предыдущих восплей надеюсь что это будет интересно помимо этого здесь есть множество вспомогательных модов такие там как gravitation suite потом посмотрим понятно forest и micro blocks дальше что у нас applied erangistics разумеется chisel compacts or arrays chicken chunks а как все блок кстати довольно таки сильно изменено здесь огромное количество новых вещей добавилось такие как кровать нет ведро это горшок да а сейф пожалуйста вот такая штука странно выглядит еще не знаю когда писать вот такие штуки короче здесь много всего интересного с чем можно будет чем можно будет позаниматься также если мы посмотрим эндер ай о очень интересный мод эндер сторож ну вам известный по земле мосплея наверно же мод который позволяет хранить и телепортировать вещи эндер ай о здесь всевозможные как вы видите провода есть я с этим модом ни разу не работал но насколько я помню его удобно использовать для передачи вещей экстра бис экстра трис возможно я когда-нибудь ими займемся хотя бы у меня есть очень большие сомнения технических модов здесь много ну и так далее есть видите очень много всего поэтому я не буду вам рассказать обо всех модах сборку выложу полный список модов вы сможете найти в группе вконтакте буквально через несколько дней также фишка этого мода является red power точно такой же какой он был на версию 1.2.5 извините red power называется project red извините project red здесь есть все здесь есть и руды и базальт кстати вы можете наблюдать два вулкана прямо в пределах летимости вон там и вон там и лично мне кажется что два вулкана так близко друг друга это перебор надеюсь что нет здесь багов генерации вулкан не будет генерироваться на каждом шагу базальт нам понадобится для некоторых технических изысканий но об этом потом очень потом также эти роды прекрасно идут вместе с граффтехом то есть как вы видите мы получаем неважно какую руду мы используем но мы получаем рубиновую пыль сапфировую и передотовая руда это оливин то есть это не зеленый сапфир который абсолютно бесполезен в граффтехе это оливин и теперь мы можем выбывать его в обычном мире что очень очень хорошо давайте посмотрим что сразу же что мы можем делать из оливина вот оливин из него можем делать инструменты из арт-пауэра пилу и сербц это очень полезная вещь из оливиновой пыли мы можем получать силикон диоксид железную пыль и магнезию полезная вещь но сейчас не об этом а из обычного оливина пыль блоки не очень большое разнообразие ну ладно в любом случае разберемся найдем применение список модов как я рассказал очень большой и нам будет чем заняться я уверен что скучно точно не будет а теперь пришло время заняться более приземленными вещами как таким как включение сложной сложности я играю только на ней и мы видим собственно водоросли из моды extra biomes xl это невероятно полезная вещь из нее можно получать кактусовую зелень и наверное те кто хорошо разбирается в модах уже догадались что из кактусовой зелени делается замазка для галкартовских труб то есть теперь мы можем без поиска пустыни сделать себе какое-то количество этой самой зелени понятно что впоследствии нам обязательно понадобится кактусовая ферма но пока мы можем обойтись без нее что очень и очень хорошо так же я вот сейчас обнаружил глину под водой не небольшое количество эту глину обязательно соберем поскольку нам понадобится понадобятся кирпичи для создания некоторых карактеховских машин ну конечно коксовые печи и вообще для много много для чего еще также разумеется мы соберем тростник и нефть нефти конечно прекрасно не знаю как так происходит но давайте соберем и эту глину тоже пещера нехорошая мы не давайте выберемся побыстрее чтобы не затягивать если мы посмотрим то к счастью факел делаются по легкому рецепту что ж уважаемые зрители сейчас главная наша задача это найти место где можно будет спокойно пережить первую ночь отправиться дальше в поисках место для строительства нашей основной базы ну что ж мы продолжаем уважаемые зрители и давайте недолго думая отправимся куда-нибудь туда короче куда глаза глядят куда идти совершенно сейчас разницы нету и по дороге будем убивать всех живых существ которые на которых найдем потому что ну серьезно без еды я долго не проживу сначала можно будет питаться сырой свининой в принципе но потом придется все где-нибудь остановиться и свинику то пожарить кстати можно ли здесь варить яйца нет к сожалению яйца здесь варить нельзя ну ладно 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 уважаемые зрители фиолетовый фиолетовая фигня из экстрабиом с xl пусть лежит и так что мы видим мы видим что на самом деле появились то мы в очень благоприятных условиях для развития промышленности или у нас же еще есть яблоки в принципе не только для развития промышленности но и просто для строительства чего-нибудь большого и грандиозного кстати у меня уже есть задумка построить по проекту дома не знаю буду ли я ее ли либо же сделаю что-нибудь другое время покажет в любом случае что-нибудь я сделал где-нибудь поселюсь если посмотреть на мини карту то вроде бы впереди находятся красивые равнины с яркой зеленой травой эти равнина мне очень и очень нравятся поэтому не нравятся сами равнины зомби которые находятся не совсем не нравится поэтому давайте поступим как истинные майнкрафтеры закопаемся в какую-то нору и переждем здесь ночь как минимум добудем хоть чуть-чуть булыжника сделаем себе меч что-нибудь еще и пожарим еды на следующий день и можно будет спокойно рассмотреть мини карту раз уж у нас получилась серия в течение которой я не буду совершать каких-либо интересных и полезных действий разве что просто идти куда-нибудь непонятно куда то я расскажу о том как вообще будет развиваться мой канал в ближайшее время и конкретно об этом летсплее не могу сказать сколько серий будет данного летсплея вот вообще понятия не имею а также уже официально объявляю закрытие третьего индустриального летсплея да он закрывается он не оправдал ожиданий сборка настолько глючная что даже не знаю я вам ее выложу в том виде в котором она есть но имейте ввиду что там есть очень серьезные глюки которые к сожалению мешают страны к сожалению мешают более менее нормальному развитию будьте сразу к этому готовы к тому что все будет работать просто ужасно а с другим я разумеется поставил зря потому что он мне не нужен совершенно а вот у нас есть палки давайте сделаем под матерку печку ручку поставим печку сюда так вот так как то и вперед сначала пережарим получим уголь потом уже будем жарить еду у нас есть еще кремниевая кирка очень удобная и давайте сделаем парочку каменных печей все прекрасно печи есть трех кусочков угля нам будет вполне достаточно ладно уважаемые зрители не будем сейчас разбираться с какими-то другими модами так вот по поводу развития канала во первых будет этот летсплей как основной главной и соответствующей тематики всего канала потому что канал по тематики индустриального майнкрафта и тут должен быть индустриальный майнкрафт ну понятно что заниматься одним и тем же в течении долгого времени это не интересно и еще менее интересно смотреть на все это поэтому будут выходить серии неадекватного канониера может быть поиграю в панзар еще за каких-нибудь персонажей то есть понятно что у меня там есть другие персонажи вообще у меня все восемь персонажей в панзаре присутствуют или семь ну суть в том что с других персонажей я тоже играл но ни раз это не снимал возможно поснимаю тем более что у меня есть парочка которые ну хоть более или менее соответствуют то есть более или менее высокого уровня там около двадцатого это все надеюсь кому то интересно но панзар игра не очень популярная и гораздо менее популярная чем майнкрафт как минимум на любителя и я снимаю ее прежде всего потому что мне самому это интересно ну понятно что я и майнкрафт для этого снимаю вообще все что угодно но панзар особенно то есть я не несу там никаких целей кроме обычного веселения поэтому канонир неадекват также друзья мои одноклассники посоветовали мне очень интересную игру популярную дота мы вместе поиграли я заинтересовался мне понравилось и вполне возможно что в ближайшее время на канале выйдут серии либо одиночные игры либо с друзьями как-нибудь там с кооперируемся если но здесь я ничего обещать не могу потому что понятия не имею как там все все таки сложится чем больше людей тем сложнее что-либо предсказать или обещать один человек всегда может в любой момент когда у нее свободное время взять допустим поснимать поиграть как я это делаю но когда там трое четверо надо всех собрать чтобы у всех было время чтобы все могли находиться в тихом помещении чтобы ни у кого там не шумели соседи у всех были микрофоны и так далее поэтому поэтому это конечно же сложнее чем играть в смысле чем одному человеку ну ладно разберемся это как я уже говорю я ничего вам не обещаю это в любом случае будет не в ближайшее время самый ранний срок следующие выходные раньше точно ничего не ждите но все равно основной тематика канала остается индустриальный майнкрафт майнкрафт я забрасывать не буду как вы видите начал новый сезон а остальное просто разнообразие интересно ну в общем это все что я могу сказать на эту тему а теперь у нас есть достаточное количество еды поэтому можем выбираться наружу что нибудь там посмотреть итак прежде чем я продолжу путь так вместе с продолжением пути я вам расскажу где мне собственно хочется поселиться во первых там где меня не сильно достают пауки но такого места я вряд ли найду потому что враги есть в любом не освещенном месте как вы знаете но я смогу найти место где можно будет легко строить соответственно не не так извините извините я бил крипера поэтому немножко моя мысль оказалась странной то есть я странно как то эту мысль выразил короче мне нужно ровное место находящиеся находящиеся в поле вот собственно это место бы вполне подошло и желательно рядом с пустыней и самое идеальное это конечно на стыке трех биомов для того чтобы найти место на стыке трех биомов мне нужно ну стык двух биомов вот он пожалуйста мы его видим это стык березового леса и поле но здесь во первых полоса поле довольно узкая взрывайся гадина ладно пусть они все за мной увяжутся я не хочу их бить здесь полоса поля да и леса собственно довольно узкая и как то все это не очень удобно для понимания ладно короче враги отвязались мои ну вот это мне уже больше нравится тут насколько я вижу в граните то ли с саванной то ли еще с чем-нибудь подобное ну по сути саванна то же самое поле но трава не такая а здесь middle то есть это поля поля равнина что-то в этом роде не помню как точно переводится но суть в этом лук вот точно это лук вспомним правильное слово дальше мы что видим здесь густой дубовый лес здесь озеро лавы которое в общем и целом конечно бесполезно а здесь начинается саванна то есть грубо говоря то же самое поле но уже другого цвета и насколько я помню здесь другая температура соответственно живут другие пчелы также здесь мы видим тростник кувшинку что крайне интересно мрамор из моды чизил и вот этих гадов мы конечно же забьем всех ну что ж уважаемые зрители как обычно у меня некоторые проблемы со временем нажатия кнопки записи но суть в том что опа этот лес не простой а лагнутый с чем это связано я не знаю но это у нас мини джунгли и здесь встречаются вот такие нехорошие места известные как забучие пески в которые лучше не проваливаться просто надо за этим следить ну а потом можно из этого что-нибудь сделать ловушка и так что мы видим это место очень интересное оно можно сказать уникальное не уникальное не знаю но довольно прикольное это стык пяти биомов насколько я понимаю то есть смотрите здесь находится луга здесь саванна несмотря на внешнюю схожесть пчелы делают различия между ними здесь находятся мини джунгли здесь обычный лес то есть раз два три четыре и океан пятый биом здесь пять биомов находятся буквально в шаговой доступности ну здесь находится красивый тоже биом это какие то там тоже деревья осенние деревья но он нас сейчас не интересует потому что по характеристикам он аналогичен обычному лесу или березовому лесу место очень неплохое я наверное поселюсь где-нибудь здесь на равнинах где-то здесь только потушу ай ладно пусть горит ну что ж это место вполне приятное и приемлемое для меня а также для того чтобы прямо здесь и прямо сейчас поселиться здесь также есть множество животных и что немаловажно лава на поверхности хотя зачем мне лава на поверхности ее и под землей хватает так начались какие то жуткие просто тормоза к сожалению полностью идеально работающих сборок не существует особенно с таким количеством модов поэтому уважаемые зрители я наверное на этом закончу просто серию потому что то что нужно было мы сделали мы нашли место для будущего жилья а также я рассказал вам о перспективах развития своего канала и об этом о сплее о сборке а также о многом другом серия получилась логическое но зато мы выполнили свою задачу так что до свидания уважаемые зрители с вами был самоель в первой серии нового ласплея без названия ждите новых серий всем удачи всем пока